Дан Тест Удивительно, но после столь долгого перелета, несмотря на разницу во времени и усталость, сенсей согласился встретиться с нами, чтобы ответить на несколько вопросов, и извинился, что не сможет после перелета продемонстрировать свое искусство. И это в 78 лет. А секунды, отделяющие нас от встречи, текли. Вот уже японские граждане выходят из зала перелета. И, наконец, сын мастера Дайзо увидел отца, и мы незамедлительно последовали за ним, чтобы поприветствовать учителя. Хирокадзо Канадзава является одной из самых известных фигур в мировом стакан карате уже на протяжении почти 50 лет. Он был первым чемпионом Японии, одним из первых профессионально обученных инструкторов, одним из первых, кто представил карате на всеобщее обозрение мировому сообществу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Встреча с Сэнсэем – событие удивительное. Хирокадзо Канадзава, возможно, самый влиятельный мастер сетокан карате, который жив сегодня. Он является истинным вдохновением для всех занимающихся боевыми искусствами. Канадзава Сэнсэй – один из немногих, кто жив сегодня, и кто тренировался с основателем стиля сетокан, мастером фунакоси кичино. И несмотря на его возраст, его сила и страсть карате горят, и сильны, как никогда. Он, как Сэнсэй Фунакоси и Накаяма, не только каратека, но и пионер, который, несомненно, изменил мир карате навсегда. Но главное – это открытость и дружелюбие мастера, готовность отвечать на любые вопросы, делиться всеми знаниями. Именно это дружелюбие и скромность позволило Канадзаве создать одну из самых влиятельных организаций карате, притягивая к нему миллионы восхищенных учеников. И право – это достойный пример для подражания. Учащий не только искусству боя, но и тому, каким человеком быть, являясь вдохновением для непростых решений и смелых постурков. И чем больше разговариваешь с Сэнсэем Канадзава, тем отчетливее понимаешь – его жизнь – это целая книга. Это путь, символизирующий собой целую эпоху становления сетакан в карате-дом. Хирокадзу Канадзава родился в 1931 году на севере Японии. Его любовь к карате началась с заезжего окинавца, прибывшего в деревню Ивата, в которой жил Хирокадзу, иногда показывающую техники карате. С того времени у молодого человека и появилось желание заниматься. Мечта исполнилась, когда Хирокадзу переехал в Токио и поступил в университет Нихон, где и начал изучение сетакан карате. Но в клубе был всего один инструктор с черным поясом, все остальные были с белыми, что никак не устраивало Хирокадзу, желающего заниматься только в самом сильном клубе. Он обошел все университетские додзю Токио. Затем он попал в университет Токусёку, куда позже и поступил. В то время университетский клуб карате Токусёку был сильнейшим. Его слава гремела на всю Японию. Тренировки были очень жестокие, бесчисленные повторения, жесткие поединки, закалявшие будущих мастеров, делавшие из них настоящих тигров. Главным инструктором клуба в то время был будущий шеф-инструктор японской ассоциации карате Сенсей Масатоси Накаяма. Он проводил тренировки раз в неделю и всегда давал очень научные объяснения всем техникам. Накаяма Сенсей любил Хирокадзу как сына. По воспоминаниям Сенсей Канадзава, его учителю нравились высокие удары ногами, выполняемые юным Хирокадзу. Такое положение дел не могло не дать своих плодов, и в 1956 году Хирокадзу Канадзава становится первым чемпионом Японии по карате. Но далеко не все было так гладко. Буквально за несколько дней до чемпионата Канадзаву на тренировке ломает правую руку. Администрация GK не разрешает ему выходить на турнир. Двумя днями позже его мама приезжает в Токио, чтобы наблюдать за боями. Хирокадзу пришлось сказать ей, что он не может выступать. На что она ответила. А что, в карате ты используешь только правую руку? Нет, конечно. Карате это еще и левая рука и обе ноги. Тогда почему ты не можешь выступать, если у тебя сломана только правая рука? Он сказал. Потому что в GK так решили. Но его мама не успокаивалась. Я никак не пойму. Пожалуйста, спроси, почему ты не можешь выступать? У тебя все еще есть левая рука и две ноги. Лишь одна рука сломана. Пожалуй, настойчивость мамы и спасла историю. После первого выигранного поединка Хирокадзу подумал, что все, этого достаточно. Но затем последовала вторая победа и третья. Племянница Хирокадзу подошла к нему и сказала. Так, дядя, бабушка сказала, что с тебя достаточно. Но он ответил, нет, я должен продолжать, поскольку я выигрываю. Если ты выигрываешь, то остановиться сложно. Он использовал левую руку для блоков и контратаковал ногами. Только ногами, комбинациями ног, а иногда только одним ударом для получения очка. До того момента, как я стал чемпионом, я занимался карате с единственной целью. Закалить себя, стать сильнее. Именно с таким настроем я тренировался каждый день. Когда я начал выступать на соревнованиях, став спортсменом, я стремился бороться достойно и побеждать красиво, чтобы не стыдиться своих успехов. В результате программа моих тренировок несколько изменилась. Я стал больше думать над способами достижения победы в соревновательных поединках. Включил в программу своих тренировок некоторые специальные упражнения. Тренировки того времени были чрезвычайно жестокие. Возможно, благодаря ежедневному преодолению себя, в те времена было выковано поколение мастеров, которыми и сегодня восхищаются молодые каратэки. Техника, запечатленная на пленке 60-х годов, вероятно, не столь красива, как демонстрируемые современными представителями спортивного каратэ, но, безусловно, более опасно. И, главным образом, по духу и отношению к делу. Опасность, витающая в додзию на соревнованиях, заставляла многих, в том числе и молодого канадзава, постоянно заставлять себя идти вперед или уходить со всеми. Это было трудное время, которое через столько лет заставляет мастера улыбаться, вспоминая его. Когда я был молод, дважды в год, летом и зимой, проводили специальные сборы. Вот эти сборы вспоминаются мне чаще всего. Во времени зимних сборов, к Ангейку, тренировки начинались в 6 утра, когда мы выходили на пробежку, бежали босиком по заледеневшим дорожкам. Это, пожалуй, было самое тяжелое испытание. По-своему, трудными были и летние сборы, на Цугасюку. Они проходили в самое жаркое время года, когда пот и без тренировок тек ручьями. А мы тренировались по 24 часа в сутки, без перерыва. Современный мир не так жесток, в смысле тренировок. Жесткость студенческих клубов не стала тотальной, что, безусловно, сказалось на современном мире карате, сделав его более техничным и красивым, готовя современных учеников совсем из другого теста. Международная федерация «Сиотокан» карате, образованная в 1977 году, несет мир метод тренировок самого сенсея Канадзава. Он первым провозгласил принцип мягкой подготовки в карате. Главное не сила, а умение. Хорошая техника всегда побеждает грубую силу. Эта концепция определяет жизненную позицию мастера, его философию, его и всей его организации. Главное – это подготовить здоровую смену, воспитать учеников, питавших принципы и методы тренировок с ранних лет, мужая как физически, так и нравственно. И в этой трудной работе сенсей Канадзава может положиться не только на учеников, но и на своих собственных детей. Три сына мастера пошли по его стопам, тренируясь, готовя подрастающие поколения, следуя заветам отца. И такая преемственность чрезвычайно важна. В современном мире десятков организаций карате не все могут обеспечить будущее делу своей жизни. Канадзава-сенсей обеспечил себе надежный тыл, передавая знания нескольких поколений, меняясь со временем, но оставаясь верным идеям своей молодости и учителя Масатоси Накаяма. Методы тренировки, которые мы используем сегодня, мало отличаются от тех методов, которые применялись в годы моей молодости. Различие главным образом состоит в том, что раньше очень большое внимание уделялось психологической закалке, укреплению воли, танрен. Вот, пожалуй, и вся разница. Я убежден, что только такой человек, который прошел через настоящее испытание, через трудности, преодолел себя, может подняться на какую-то более высокую ступень, чем обычный. Но сейчас закалки воли не уделяют так много внимания, как раньше. Нагрузки, напряженность тренировок, стали существенно ниже. В настоящее время шире применяют методики, опирающиеся на данных научных исследований, стараясь добиться результата не за счет объемов работы, а за счет изощренных методик. Тренировки становятся интереснее, но менее результативными. Можно сказать, что они теряют дух настоящего карате. Еще одно заметное изменение касается отношений, занимающихся к практике кихон, базовой техники и кумите, учебных поединков. В настоящее время преподаватели карате стремятся к тому, чтобы эти упражнения были интересными, увлекательными для учеников, доставляли им удовольствие. Однако, как я уже говорил, во всех странах есть немало людей, которые сегодня практикуют карате как вид будо и стремятся постичь дух будо. И сам я развиваю именно будо карате. И сегодня, хотя мне уже много лет, я продолжаю практиковать именно будо карате. Базовая техника кихон претерпела некоторые изменения в системе канадзава-сэнсея по отношению к тому карате, который он изучал в молодости. Старания Масатоши Накаяма по изучению принципов карате, вылившихся в тренировку сэнсея канадзава в додзю айкидо, изменили его взгляд на некоторые ключевые аспекты. По мнению сэнсея канадзава, кихон важен не только как часть системы карате, но и как профилактическая составляющая. Базовые движения должны благоприятно сказываться на здоровье, в противном случае они причиняют вред человеку. Поэтому дыхание в системе SKIF подается огромное значение. Но вернемся к классическому пониманию кихон, к тому, из чего японская карате сютакан, как система не существовала бы. Говоря простым языком, изучение кихона сродни изучению азбуки, только в карате. Это тот простой и временами очень утомительный процесс в уведении простых символов, без которых невозможно правильное и четкое формирование слов, предложений, и, как доказывают психологи, это еще формирование сознания и психики ученика. Как по почерку можно говорить о характере человека, так и кихон может очень многое сказать о каратеке. Только превосходное владение базовой техникой позволило сэнсэю Кунадзава добиться ошламляющих успехов в свободных поединках кумите. Врожденная смелость и твердость характера позволяла ему выходить против борцов, боксеров, представителей других школ японского и окинавского карате. Его потрясающие удары ногами позволяли ему выходить из всех поединков победителя. Не по очкам, как в спортивном поединке, а фактически. Он просто отправлял своих противников на кау, стараясь, однако, не причинить Фрида их здоровью. Любое додзю японского карате уделяет самое пристальное внимание базовой технике в процессе тренировки. Сам Сесей Конадзава объясняет важность Кихона следующим образом. Существуют школы, где занимающийся сразу же начинает практиковать свободный поединок. В этом случае ожидается быстрый рост, но никак не высокий уровень. Дело в том, что если не в полной мере освоить базовую технику, станет невозможным достичь высочайшего уровня боевых искусств. Многие не понимают назначение применения базы. Каратэ в полный контакт похоже на западный бокс. Что-то хорошо, что-то не очень. Если вы молоды и сильны, то это очень хорошо для вас. Однако для пожилых людей и детей это не так хорошо. Кихон представляет собой базовую технику, а ее тщательная отработка научит ваше тело сразу понимать, что требуется в реальном поединке. Идея в том, чтобы слить воедино тело и разум. Важно уметь исполнять движения, не задумываясь о них. Это и есть главные значения и цель Тихона. Но в то же время не стоит забывать, главные причины проблем со здоровьем, возникающие во время тренировок, недостаточное внимания к нему. Большинство занимающихся ограничивают заботу о себе во время тренировок. Необходимо принимать соответствующие меры предосторожности задолго до возникновения проблемы. Занимаясь каратэ как машина, без надлежащего расслабления, правильных положений и дыхания можно вызвать проблемы. Вот почему каратэ Канадзава Сэнсея является комплексом упражнений для восстановления и поддержания здоровья. Каратэ должно улучшать здоровье, а не вредить ему. Сегодня в первую очередь бросается в глаза масштабное развитие каратэ как вида спорта. Но в то же время, сегодня во всех странах мира практически повсеместно есть очень много людей, которые рассматривают каратэ как разновидность буддов, как один из аспектов традиционной культуры Японии. Конечно, процентные соотношения занимающихся каратэ как спортом и как разновидностью буддов в разных странах разные. Но и все же последователей каратэ как буддов очень много по всему миру. И в 2007 году три легендарных мастера собрались вместе, чтобы еще раз поговорить о буддов. Событие, получившее название Будду Лайф, объединило трех мастеров, видящих цель своего союза в следующем. Не спортивное, но традиционное каратэ. Возможность обмениваться знаниями, преодолев границы школ, стилей и организаций. Воспитание достойных людей. Каратэ – это система, не имеющая ничего общего со спортивными поединками. Спорт хорош до тех пор, пока расценивается как развлечение, которое всегда можно оставить, чтобы вернуться к Будду каратэ. Сами по себе соревнования вредят искусству, так как приводят к недопониманию. Спорт открыт и доставляет удовольствие. Заниматься же каратэ далеко не всегда приятно, поскольку всегда трудно делать правильные вещи. Я думаю, что в будущем широкая публика будет все лучше осознавать разницу между каратэ как видом спорта и каратэ как видом Будду. Я думаю, что подавляющее большинство людей стремятся стать достойными членами общества, обрести здоровье, стать сильнее физически, достичь психологической устойчивости и спокойствия. Я думаю, что осознав свои потребности и устремления, люди смогут провести для себя четкую границу между каратэ как видом спорта и каратэ как видом Будду. Тем не менее, кумите является неотъемлемой частью каратэ. Но в рамках системы подготовки тренировка в кумите разбита от простого к сложному, шаг за шагом, вырабатывая необходимые навыки, формируя структуру. Основная идея – установить гармонию самим собой, дыханием, движениями, энергии. Это приведет к гармонии с противником. В этом виде гармонии ваш противник не сможет найти хорошую возможность для атаки. Ему будет очень сложно одолеть вас. Только тогда вы будете способны использовать и комбинировать Сен-Но-Сен – инициативу на инициативу, и Го-Но-Сен – перехват инициативы. Вы должны работать в гармонии с противником, а не против него. Двигаясь, используя систему, ученики постепенно приходят к более сложным техникам, что по своей структуре очень похоже на систему Кихон. Кумите, как, впрочем, и Кихон, изменяются под влиянием времени, новых технических наработок и тактических схем. КОНЕЦ КОНЕЦ Вершиной системы Кумите является Дзю Кумите – свободный поединок. Бой, выявляющий все огрехи базовой техники, системы подготовки и понимания сущности Будо-карате. Помните, в спорте вы побеждаете соперника, в карате – самого себя. КОНЕЦ КОНЕЦ Как я говорил раньше, сенсей Канадзава часто принимал вызовы на поединок. И это было непростым занятием. И делал даже не в самих поединках, как в тех условиях, в которых проходилось демонстрировать свое мастерство. Сама жизнь часто ставила перед ним задачи, требующие большого мастерства каратэки и гибкого ума истинного политика. Часто мастер, приезжая в разные страны, ставал перед дилеммой, как выиграть и не уронить достоинства своего оппонента. Это требовало огромного мастерства, но к чести мастера Канадзава, он ни разу не провалил этот экзамен жизни, завоевав славу великого бойца и человека с большой буквы. КОНЕЦ Если на время забыть о философии и этике каратэ, то можно смело сказать, кумите – это сердце каратэ. Умение хорошо драться – вот что приводит людей в доджи. Вот что заставляет их по много часов изо дня в день отрабатывать монотонные и порой скучные связки. Прежде чем приходит понимание философии, сущности, будо каратэ. Удивительно, но приходя в зал именно, чтобы научиться хорошо драться, многие, достигнув заветной цели, впоследствии стараются уходить от боя. Многие критикуют широкие стойки ситокана, применяемые на начальных стадиях изучения ученического санбо и гахон кумите, на три и, соответственно, на пять шагов, почему-то полагая, что это и есть кумите. Но не стоит забывать, что доджи каратэ – это школы. И прежде чем считать логарифмы, совсем неплохо выучить азбуку умножения. Во время тренировки стойки должны быть широкими, глубокими и сильными, но в кумите – короткими, высокими и расслабленными. Во время тренировки, конечно же, трудно двигаться быстро из глубоких стойк, но вы все равно должны пытаться двигаться все быстрее и быстрее. Затем, когда вы в короткой стойке, очень легко исполнять быстрое перемещение и уходы тайс-собаки. Так считают мастера все-такан каратэ. Но именно задача сэнсея – научить и объяснить так, чтобы все было понятно, чтобы азбука сложилась в слова, а таблица умножения привела к высшей математике. И интересно, что в каратэ даже система ученик-учитель выстроена логично и понятна. Я думаю, что здесь целесообразно говорить о трех словах, в трех группах практиков каратэ – сэнпай, сэнсэй и сэнсэй. Слово сэнпай означает старшего, человека, обладающего большим опытом, чем ты сам. Сэнсэй можно перевести как учитель или тренер. Выделение этих двух групп – сэнпаев и сэнсеев – связано главным образом с уровнем технического мастерства. Так сэнсэй в основном обучает технике, а сэнсэй концентрируется на формировании личности. Основное внимание уделяет духовной стороне воспитания учеников. Это руководитель, человек, который указывает дорогу. Практика форм кота является, пожалуй, основным компонентом, связующим звеном между кихон и кумите. Будо, хороший исполнитель кота, должен быть хорошим бойцом. Для реализации духа Будо необходимо быть хорошим как в кота, так и в кумите. Обе стороны должны быть изучены. Очень важен баланс позитивного и негативного. Хорошие вещи всегда приходят парами. В спортивном карате каждый может быть хорош только в кумите или в кота. Кота должны производить впечатление на судьи, но в то же время не может быть изменена эстетика для создания декораций. На своих экранах вы видите кота Ганкаку. В переводе с японского это означает «журавль на скале». По словам самого Сенсей Канадзава, это его любимая кота. Именно с ним он хотел выступать на втором чемпионате Японии. Но Сенсей Накаяма сказал ему, что он должен выступать с кота Сочи. Киракадзу не мог ослушаться своего учителя и в итоге стал чемпионом Японии в категории кота. Киракадзу не был учителем его. Однако он buses... Я думаю, в первую очередь, мои ученики должны стремиться закалить себя физически и духовно. Это главное. Они должны понимать, что этой цели невозможно достичь вдруг, запросто и без всякого напряжения сил. Для того, чтобы стать действительно достойной личностью, достичь совершенного покоя и стабильности в образе жизни, требуется немало труда и много времени. Только так можно достичь счастья. И я надеюсь, тренировки нашей организации помогут им в этом. Если говорить о конечной цели практики Будо, то это установление мира во всем мире. Высшие цели Будо — это мир и гармония. Я верю, что если все последователи Будо во всех странах будут стремиться к физическому и душевному здоровью, будут стараться стать достойными членами общества, достойными гражданами, то на земном шаре естественным образом установится мир. Я искренне верю в это и вижу свой долг в том, чтобы мои ученики, те люди, которые верят мне, кто идут за мной вслед, имели перед собой достойный пример. И этим примером является вся жизнь мастера Хирокадзу Конадзава. Упорный труд, вера в себя на пути достижения, поставленные цели, сделали его первым. Его жизнь не была легкой, но тем ценнее опыт, передаваемый сэнсеем своим ученикам. 200 лет назад быть Буси воином было нормально. Это значило быть сильным, не заботиться о своем здоровье и о чем-либо другом. Так как были постоянные бои на спину, каждый должен был быть сильным и не бояться столкнуться лицом к лицу в повседневной жизни. Теперь многое изменилось в обществе, и гораздо важнее быть здоровым, как физически, так и духовно. Мы должны быть дружелюбны, сохраняя при этом дух Бусидо, так говорит сэнсей Конадзава. Один из последних мастеров тех времен, когда сэнсей Фунакоси и Накаяма формировали философию современных боевых искусств, покоривших весь мир. Именно эта философия заключена в строках, составленных мастером Фунакоси клятвы Тодзёку, наставлений для тренировочного зала. Редактор субтитров А.Семкин